Смотрите, какая у нас красота. Боюсь, камера не передаёт. Ой, наехала быстро. Всё такое беленькое. Мой Флендерс, автор Даниэль Дефо. Так и знала, что я сама не смогу вспомнить. Это, вот вы знаете, когда я начинала читать, первая мысль, которая была, что надо советовать девушкам совсем юным, которые ещё не искушены в межличностных, межполовых отношениях, если вы поняли, о чём я уже более заувалированно выразилась, потому что они смогут многому научиться, не обжигаясь. А потом подумала, да какого? Обычно юные девушки, ну не все, но в основном, разве будут прислушиваться к советам, если им сердце подсказывает там то и это. Они больше подвержены собственным эмоциям, чем чужим разумным рекомендациям. И поэтому вот неуверенно. Но если вы юная девушка, или у вас родственница такая, или родственница подруги, то попробуйте всучить, может быть, какой-то казаковый будет. Значит, моль, моль, ладно, наша героиня, мне нравится, как-то мольно звучит. Это девушка, скляда же дама, которая жила не в современном мире, а вот тогда, забыл в каком веке, я идиот. И она рассказывает о своём житии, бытии, начиная вот с малых лет. И у неё были отношения с мужчинами, с большим количеством мужчин. И вообще жизнь у неё была сложная, потому что она росла сиротой. И было много у неё на пути таких ситуаций, когда стоящих в тупик. Рассказывается всё очень легко, как бы не занудно, но при этом весьма поучительно. И ты постигаешь истины без ощущения, что тебя получает какая-то старушка, которая только приезжать и умеет. Вот. И, то есть, нет ощущения, что, ну, как бы, повторюсь, поучают, чего молодые люди не очень любят. И, можно сказать, совсем не любят. вот эти... Не знаю, как ещё. В общем, знаете, Новый год — это пора таких вот шуток, типа, что 1 января не хочешь ли прошлогодного салатика, или там что-то делали в том году прошедшем уже. И говорили, что я там с того года этого не делал. То есть, ну, все мы любим так шутить, да. А я всё, 31 декабря носилась с этой книжкой про радость и горести знаменитой, там, такое-то, такое-то. И, значит, это всё причитала. Успели ли я до конца этого года её дочитать? Вот. Ну, книга, правда, занимательная, интересная. Так что, очень даже рекомендую чтение, как и поиси строки-то-ктори. Так, а теперь болтовня, о которой я обещала. Я ещё немножечко наболтала в самом начале видео и сейчас. В общем, я вам скажу, как мы обычно празднуем до 13 декабря. Это у нас считается семейный праздник. Собираемся я, мама, родственники, мамы, и вот. И всё. Но так вышло, что этот Новый год мы сначала сплошным бабсоветом, потому что как бы некоторые мужики были значит, на шахте, ну, не на шахте, я идиот, я говорила, на вахте часть мужиков была значит, на дежурстве. и как-то так вышло, что мы оказались сплошным бабсоветом. И очень тётя, мамина родная сестра, я подчеркиваю, родная, не сводная, не двоюродная, не троюродная, нет, даже не шестиюродная, родная сестра, должна подлала подъехать к 7 часам вечером с тем, чтобы мы, ну, пока расчехлиться, расчехлиться она, пока то, пока сё, чтобы проводить старый год. Мы сначала провожаем, потом встречаем. И у нас есть собака Бим. Вы могли его совсем краем глаза видеть при съёмке видео по мою личную библиотеку. Он дебил. Я идиот, он дебил. Он, когда входит в квартиру чудо-человек, он не агрессирует, но он хочет обниматься. И поэтому няня, так и называя свою тётю, его боится, потому что она думает, что он её укусит. Мы уже дофига лет раз объясняли, что Бимуница, лапочка, значит, он никогда никого не кусает, он не злой, он не агрессивный, он не бросается, не, значит, это, он ничего не делает, и он, ну вот любит он обниматься. Мы не одобряем, пытаемся это учить, но у нас плохо получается. Вот, как бы, чтобы снизить порог желания обнять человека, вошедшего в одном дом, маму вышла на сочинение, она, так, как подъехала на такси, позвонила, что я тут. Мама спустилась с Бимом, ну, значит, запустила её в подъезд, сказала, поднимайся, Даша тебе откроет, значит, дверь там открыта, Даша в квартире, значит, всех, кто надо в квартире, я сбью ему быстренько до угла, значит, чтобы он там свои дела, и как бы поднимусь. Та заходит, лица не едет, и не едет, занято. Ну, я просто как по туалет сказала, понимаете, да, 31 декабря. Все, значит, шмыгают за последними покупками в магазины, там, гости к нам прибывают, или сами уходят гости, короче, все туда-сюда ездят. Няня сегодня никак не может прям долго дождаться лифта, тут заходит мама в подъезд, няня ей говорит, что вот что-то долго лифт не едет, мама и я, ну, видимо, люди ездят, приехали лифт, дождались, они едут. И они спрашивают, вот, не жать на восьмой или на девять, она просто к нам никогда не приезжала одна, сама по себе, она, значит, то с мужем, то с сыном, то еще с кем-нибудь, а тут как бы одна. Говорит, и она не знает, есть ли к ноку девятого этажа, в принципе, у нас десятиэтажка, и она все время путает, на десятый этаж люди не идет, потому что там будка обслуживания. И она все время путает, что на десятый этаж нет кнопки, или на девятый. И она спрашивает у мамы, что восьмой или девятый нажимать? Я такая, мы на девятом и живем. Я такая, это, ну, я знаю, что на девятом, а жать-то куда? Ну, в общем, куда-то тыкнул, как выяснилось на шестой этаж. Значит, и это, мама, зная любопильность Бима, любовь к обнимашкам, держит его, чтобы он, как бы, на две лапы не встал, как медведь крысли. Значит, это, няня, пока лучше, выходит на шестом, едет цифру шесть, говорит, вот, и идет пешком. Значит, и это, а мама, значит, дверь закрывает железную, у нас участок, это же, три квартиры объединяет на железную дверь. Значит, вот, мама закрывает железную дверь, думает, что няня уже приехала, и, как бы, заходит. И, значит, я навстречу, она начинает долго рассказывать, как она с Бимом прогулялась, там просто петарда постоянно взрывается, наш Бим был очень сильно напуган в детстве, и теперь до жути боится петард. Я говорю, подожди, а няня-то где? Такая, а чё она не здесь? Я такая, как бы, нет. Та, смахнула руками, понеслась обратно в подъезд на розыск и няня, выяснилось. В общем, они когда в лифте вместе ехали, я сейчас понимаю, как задон, вы готовы? Вдохните поглубже. Мама няню не узнала. Мы так ржали. Вот сейчас, когда я рассказываю, это не так смешно, это надо быть свидетелем ситуации. В чём главное, когда, как бы, они стояли, обсуждали, как это они так разминулись, и пошли не вместе. Я спрашиваю, а как так вышло, что вы, как бы, не вместе? Моя начинает рассказывать, мама такая, так это ты была. Мама просто очень плохое зрение, и она обычно выходит гулять в очках, но тут, как бы, она выскочила просто, чтобы, ну, няню впустить, как бы, и током даже, как бы, очки не успела нить, просто выбежала, и это, и она держала Бима, то есть, наклонилась, и вот прямо его держала, так я говорю, а няне, у неё ещё ангина, голос другой, я потом говорю, мам, а по верхней одежде, это что я не узнала? Говорит, так все в пуховиках ходят, надо же родную сестру не узнать. Мы как поняли, мы просто полчаса все ржали тут, у кого-то там живот от смеха разболелся, у меня голова разболелась, аж до слёз прямо смеялись, с хохотали, ну, вам не смешно, вы как бы, все это не видели, но вот, их лица, когда они поняли, что мама няне не узнала, это было, конечно, божественно. Так, что ещё? А, расскажу, как мы встречаем, провожаем. Мы, наверное, самая трезвая семья в России, в этот день. Рассказываю. Где-то в 7-8 часов мы провожаем старый год. Это, на стол накрывается самый тяжелый этап. Оливье, салат под шубой, запечённая картошка с мясом, ещё бывает заливное, но в этот раз мама там экспериментальный салат один готовила, один в один на крошку, а только без бурьёна получилось. Поэтому заливного не было. Потом, в меню у нас обычно, в общем, совсем взрослые люди у нас пьют ронардовый сок. Я люблю Кока-Колу. Я знаю, она вредная, но раз в год можно. Ладно, два раза в год. А на три, я ещё на 8 марта на своём деле рождении пью. Там, брат предпочитает спрайт, кто-то предпочитает вообще чай или кофе, то есть мы трезвые. Потом, значит, «Блокуняю» сидел, «Осставшееся время», смотрим одни и те же фильмы, значит, советские. Кстати, в этом году я так и не поняла чувство юмора Первого канала, зачем они передавали «Любовь и голуби». Там как бы летом действие подходит. Ну ладно, значит, альменная удача, там хотя бы зима. А как бы «Любовь и голуби» я так и не поняла. Хороший фильм, но немножко нелогично. И отвлеклась в полночь. Я забыла похважаться, ребятки. Я в первый раз в своей жизни сама без проблем открыла шампанское. Так, как мы с чайом по псоветам. Значит, мама такая, «Надо открыть шампанское подзаранее, потому что вдруг не сможем, а потом как? Как бы всё-таки лучше открываешь как-то мужчина, а у нас нет, кроме Бима. Бим не умеет. Надо как бы попробовать открыть, а то потом вдруг не сможем». Она и так и сяк, и с полотенцем, и без. Значит, пошла уже в чулан с заплоскогубцами, с отверткой, я не знаю, как она собиралась с их помощью. Я такая думаю, «Посмотрю-ка на ютубчике». Ну, ютуб всему голова. Посмотрела двухминутный ролик. Там сказано, было охлаждённое, шипоскопик, не охлаждённое. Одно у нас в ладонике стояло. Значит, наклонительно 45 градусов, но не в сторону людей. Схватить пробку рукой левой, а правой начинает крутить не пробку, а бутылкой вот именно. Крутить против часовой стрелки. Я такая, «М?», понял, не дурак, был бы дурак, не понял. Пошла в кухню, говорю, «Мам, как дела?» Она говорит, «Вообще никак, сейчас буду плоскогубцами». Говорит, «Давай я, спокуха, Дашка с вами». Беру и следую инструкцию наклоняю. И прямо сразу начинаю чувствовать, что бутылочка, ой, пробочка начинает выходить. Ну, конечно, как бы руку немножечко резонуло, потому что всё-таки эта пробка как бы выкручивается. Начала крутить, и как бы раздался характерной хлопок, и остаюсь такая изумлённая, потому что я вообще не ожидала такой лёгкой победы, а тут такой сюрприз, сюрприз и нежданчик. И я такая, «А-а-а, капец, и молодец, все герои, там, давай по всему комнату, у нас просто большая квартира, значит, по всему комнату всё, гостям бегают рассказывать, какая молодец, какая супер, там, девушка, короче, это было такой триумф. Да, я прям очень голодаю твоим достижением, я думаю, прервать шампанское это мега сложно, не, девчат, вообще нифига. О чём я? А, значит, как начинает этот прогрош перед путинючечком играть? Мы начинаем суетиться. Значит, нас, женщины, нашей семьи очень любят всякие ритуалы с закатыванием желаний, там, написать на салфетке, что там, жечь, мама моя, лично учитывая, что-то, значит, вот, ну, вот, как привлекать удачи, и в этот раз она вычитала, что нужно взять копилку в виде свиньюшки, у меня как раз есть очень красивая, опять же, если вы смотрели видео про мою личную мультирую, помните, в зале с правой стороны стояла такая красивая золотая свинья, это копилка, поставили её на стол, там, каждая приготовила значит, по 12 монеток, пока бьют куранты, надо было пускать, но я как бы не особо приверженец, но как бы под общим настроением, как бы, это, что я буду фыркать, размещаться, как бы, тоже, и вот, пока Путин там что-то там бубнил, мы уже особо не прислушивались, потому что он нас немножко расстраивает, мы там готовились, наливали шампанское, монетки в столбик, там, чтобы было подручнее пускать, и вот, когда бьют куранты, значит, ну, зависит от того, что, сейчас дает мама, делаем, в общем, этим делом занимаемся, вот, и когда 12 звучал, и начинается гимн, мы назначили время гимна всегда стоили, значит, пьем шампанское, поздравляем Ту-ту-у с Новым Годом, всякие тосты произносим, тосты, господи, как правильно это есть, всем глупо стало, вот, ну, и, собственно, как только отыграл гимн, все разбегаются просто как тарканы при включенном свете, хватаем пакеты с подарками, я, кстати, у нас в семье, как это не печально признавать, единственное, кто их упаковывает в подарочную бумагу, все остальные просто складываются в пакеты, вот, все разбегаются, хватает такие пакеты, и мы начинаем дружно обмедлениваться, как бы, и, вот эти, что там, то есть мы под елку ничего не кладем, тем более, у нас такая собака, что живая елка, это не вариант, он ее будет ронять тупо, к тому же он мелкий потаскал, он все игрушки сорвет, утащит в другую, могу, с кликом своим отбирать, и, в общем, у нас искусственная стояла небольшая, на, роста, примерно, ну, с мою верхнюю половину, вот, беленькая, а, что я под елку, а, да, в общем, под елку мы не кладем, мы после полной ночи обмениваемся ручной, и даже в те годы, когда у нас стояло натурально живое дерево, мы под нее ничего не клали, ну, как-то, ну, у нас не повелось, хотя, вот, в детстве, мамы с няней, как бы, у них под елкой, они первое, как в рождественских зарубежных фильмах показывают, они, значит, жали утром, первым делом, вот, как встали сразу, что там, под елочкой лежит за подарочками, а, в этом году я пробовала такую штуку, как, кажется, это называется адвент, но я не люблю англозаимствование, поэтому я буду просто говорить, что новогодние сюрпризики, блядь сюрпризики, то есть, это когда, вы, может быть, видели в магазинах, это когда берем такая коробка с окошечками, за ним, и за каждым окошечком какой-то подарочек маленький, и таких коробок бывают разные, там, на 31 день, то есть, с самого 1 декабря каждый день вы по маленькому подарочек вот так вот получаете, бывает там, за 10 дней, мы придумали, что сделаем за 10, и, значит, я стала угородить эту коробочку, я стаканчики красивые фикс-пайсы были приобретены и составлены пирамидкой, и в каждом стаканчике по подарочкам. Это был интересный опыт, но мне не понравилось, потому что из-за этого пропадает желание ждать Новый год, потому что ты так уже каждый день получаешь по сюрпризикам, и как бы, а зачем? Только ради вкусной еды. Поэтому, а может и не поэтому, у меня вообще не было нового настроения, даже фильмы о новом году не хотела смотреть, это вообще нонсенс. В общем, может поэтому, а может причина и другая, новогоднего настроения у меня не было. И хотя я не очень люблю, когда люди жалуются, что у них нет новогоднего настроения, но нет, так создай его. Я честно пыталась, правда, не получилось. Но я в социальных сетях не жаловалась на это. Потому что я помню, как меня огорчают такие посты в интернете, и подумала, что я не одна такая, которых огорчают подобные вещи, и поэтому не старт, пускай нет. Вот. Под подарки я, наверное, не буду. Огорчилась. Ну, как-то я не знаю. Я, конечно, иногда снимаю какие-то похвостушки, но в этот раз, ну, шуткрафейно, хвостовство, наверное, будет, хотя ничего такого мне и не дали, отдающегося. Вот, но все подарки были приятные, и я надеюсь, что объекты моего удаления тоже обрадовались тому, что они получили от меня. Вот. И, наверное, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Я и так прямо уже разболталась, интересный час уже говорю, наверное, говорю. В общем, до скорых книг. Еще увидимся в этом году. Пока-пока.